здравствуйте еще раз всем привет так как вам прошлый раз так понравился дедушка шилинг я ему сейчас сказала чему здесь сами общаемся давайте говорю к нам на youtube кстати говорю у вас там комментариев столько было вы всем очень понравились посмеялся но правда он больше рассказывает без камеры несмотря на это мне пришлось там почти практически половину вырезать потому что то что он рассказывает при этом называет имена не дай бог это кто-то переведет местным потому что их не дети по крайней мере одного из них если я не путаю это мои постоянные посетители здесь кто со мной тоже работает поэтому я бы не стала рисковать такие подробности ну а что говорит ну так она у нас здесь и было это знаете что меня удивляет это я не устраиваю там санта-барбару из этих историй боже упаси меня просто удивляет то что они же вот здесь в госларе более такие вот ну вот я всегда говорю фельдеперсовой я другого слова просто к ним не подберу они такие вот все же манны и у них такой у всех здесь немножко другой вокабуляр как они общаются друг с другом когда послушаешь за кулисами просто диву даешься вот казалось бы да что они вообще в молодости здесь все творили но я его попыталась уговорить но он не хочет не хочет он ехать в швейцарию к своей эрике и вообще говорит не хочу ничего я не хочу ехать и никуда не буду я говорю такие мы можем поехать на машине на моей мне было бы интересно с ней пообщаться или говорю сядем на самолет полетим господи здесь лететь и я не знаю сколько 40 минут если не ошибаюсь в цюрих у меня когда-то с цюрихом была пересадка я знаю что нам раздали в самолете по моему с брюсселя в цюрих там была пересадка нам раздали кофе как у какие-то закуски пока самолет самолет вот в общем набрал высоту до раздают еду мы не успели уже ничего я даже не успела кофе выпить уже мы приземлились в германии поэтому там лететь то толком некуда ну ладно это такое оля большое спасибо за визит холя когда пришла говорит ах так это дедушка шилинг все я поняла девчонки так как у меня здесь на столе лежат еще эти карточки фарб картон упс мой медальончик я вам просто я не буду все тона показывать просто чтобы у вас было представление кто хочет краски за заказать вот так вот наверное это возьму в такие есть огромнейшие книги здесь очень очень много различных оттенков вы видите да и зеленые и даже даже сделали они сейчас вот это самые новые цвета посмотрите пожалуйста хотя я сказала зачем мне розовый малиновый нам коричневый нужен потому что если кто-то захочет балки красить либо ремонтировать свой фахверк цвета должны соответствовать тем цветам там приходят специально со сканером сканируют это все и цвет должен быть один в один то есть даже не каждый зеленый подойдет как зеленый для вот этих вот домов потому что напоминаю кто смотрел это видео где я показывала фахверковые домики они стоят под защитой юнеско вы не имеете права менять ни цвет не окна например деревянные на пластиковые а в некоторых домах это называется дэнкмаль шутс защита вот этих исторических зданий ну дэнкмаль это короче слово чем по-русски это объяснить так вот иногда бывает дэнкмаль не только снаружи а иногда бывает дэнкмаль изнутри потому что мы когда-то с дедушкам шиллингом ходить смотреть дом здесь продавался в центре дом но он вообще был не в нежилом состоянии фахверковый дом его продавали вообще здесь я бы сказала за три копейки ну как три копейки 20000 но все равно я считаю это три копейки и я тогда ему сказала он говорит что вы с этим домом хотите там средний этаж полтора метра высота я говорю ну и что говорю по выкидываю эти говорю стены оставлю только эти балки и будет у меня первый этаж высокий а третий этаж нормальный он говорит во первых вы все равно будете биться от балки головой а во вторых говорит кто вам сказал что вам это разрешат дэнкмаль ну как дэнкмаль же снаружи он говорит здесь говорит дэнкмаль и изнутри тоже просто вам марклер хочет этот дом сплавить а вы говорит ну а вы верите в то что это так и будет как он вам говорит а потом говорит вы все это подпишите оказывается что вы внутри ничего переделать не можете и зачем вам этот этаж полтора метра высотой а я ему сказала говорю во первых имея здесь что-то свое у тебя автоматически появляется разрешение на парковку у них такие зеленые плакетки выдают местную кто живет во вторых даже если я буду этим пользоваться просто как складом они там жить то это дешевле чем арендовать склад здесь но в итоге так как у него сын банкир тот кто кредит раздает на такие вещи в итоге он сказал говорит никогда в жизни вам говорит на это не дадут потому что здесь говорит нужно вы это полмиллиона туда всунете в этот дом это еще вроде бы не отремонтируйте а у меня как бы мышление другое что если эти дома уже 600 800 лет продержались они еще и тысячу лет продержатся это не значит что его только купил сразу нужно ремонтировать но он в этом разбирается наш веселый дедушка так вот это новая карта я немножко честно вам скажу не хочу здесь красиво говорить я не знаю куда можно применить такие цвета например вот королевский синий мне понравился там можно взять какой-то красивый изысканный комод и например вот здесь сочетание сделать с черным воском золотым воском это было бы очень красиво вот действительно по-королевски но что делать со всем остальным куда его применить я не знаю пожалуйста напишите ваше мнение в комментариях какие какой вот бы цвет вам понравился из такой новой палеты а вот эти классические которые у них есть вот совершенно разные две книги вот эти вот листы они все нарисованы вручную чтобы люди видели не только на компьютере как это на самом деле выглядит около 140 если не ошибаюсь а может быть даже больше оттенков это значит что если ко мне кто-то приходит и говорит а мне нужна краска первый вопрос который я задаю а что мы будем красить потому что это можно взять и как краску для мебели как краску для стен и так далее и вот эти вот маленькие баночки это всегда пробы тестеры для как краска для стены но они стоят 850 вчера пришла туристка купила две я ее отговаривала я говорю возьмите нормальную банку краски зачем вам за такие деньги этот пробник тем более еще это качество не мебельной краски а качество краски для стен она говорит мне только зеркало одно отреставрировать для меня этого достаточно так мои хорошие я вам обещала показать текстиль теперь медленно переходим к текстилю кстати у меня есть еще кое-что может быть это будет вам интересно это не матильда и это нет это не не так как матильда функционирует нас и кому-то понравятся эти медальоны опять-таки это не матильда потому что это гипс а матильда у нас то керамическая смесь с твердым гипсом еще с чем-то совершенно в матильде другие ароматы когда-то я взяла это в программу от голландцев но потом я решила все-таки это вывести из программы чтобы люди это не путали с матильдой это выглядит красиво ну и пахнет но не так как матильда это пахнет это пахнет но если вы в руках держали уже матильду м керамику то вы видите что матильда м пахнет как аромат для тела а это пахнет как аромат для комнаты но тем не менее если кого-то это интересует вот такой набор два камня здесь еще заправочка для этого всего эти наборы мы продавали по 10 евро этому уже снизили на 10 евро но девчонки если кто хочет я наверное их один раз продам и у меня их больше не будет чтобы у меня люди не путались где матильда где не матильда давайте я их сделаю по пятерке только пожалуйста не сравнивать это с матильдой и не пытайтесь дорогой парфюм матильды вот в этот гипс скажут хорошую рекламу сделала сделала хорошую рекламу из серии не покупаете нет просто у меня уже были такие случаи когда мне люди говорили да я просто беру там кому-то на подарок из этой серии и мне все равно здесь красивый бантик красивый орнамент но только не миксуйте это с парфюмами матильда потому что у матильда у них такой мишунг что их не маслечко она впитывается и держится очень долго но это еще не только за заслуга самого парфюма это также и материал другой но если кто-то скажет господи за пять евро два медальончика еще и нахфюля мне подойдет то пожалуйста только нам их тогда все нужно продать а их много их около 20 наборов есть кстати приходил наш дорогой хорош рёда установил нашу кассу все он это сделал со следующей недели начинаем нашу любимейшую инвентаризацию с одной стороны когда сюда заходишь думаешь ой как-то пусто а с другой стороны ой да здесь еще достаточно инвентаризировать еще показать меня спрашивали галина что осталось из текстиля полотенца остались по 950 это те которые я вам 4 штуки за 25 предлагала есть еще вот такие подушки по 10 евро я их продаю это вообще как бы на подушки наволки видно да показываю делайте упс прошу прощения делайте пожалуйста скриншоты отправляет мне сообщение есть еще вот такие они без рисунка идут видно да такой вот как как же это называется line 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 цвет ли на и по структуре тоже немножко отличается такие наволочки тоже видно да может быть кому то подойдут на террасу последние два сердечка одно темно-синяя одно сиреневая по 10 евро кто хочет делайте скриншот очень надеюсь что кто купит это купит еще что-то стеклянное и тогда вместо пластика упаковку как амортизация пойдут эти подушки так если кто-то хочет сыну либо мужу подарить есть еще вот такие машинки тоже 10 евро это без наполнителя но если кому-то нужен наполнитель пишите наполнитель там недорогой 3-4 евро стоит затем такой land house французский петушок королевский прошу прощения видно да все что я сейчас показываю я снижаю на 10 евро здесь вроде бы все одна такая осталась подушечка есть еще 50 на 50 я наверно ближе поднесу чтобы вам видно было делайте пожалуйста скриншоты пишите видно да сколько их осталось два четыре пять нужно внимательно посмотреть может быть еще где-то здесь есть одеяло картинки но опять таки вот картинки это больше вы знаете это больше я бы сказала для тех кто хочет подарок сделать противоположному полу либо для кухни либо для ванной но например вот захотите сделать сыну подарок это вот такие ностальгические на американский лад картинки я бы даже сказала больше американские может быть у кого то есть мороженица 10 евро цена я их снижаю на 5 ой не нужно мне курточку рвать и вот такие капкейки делайте пожалуйста скриншоты 5 евро за штучку пишите вот еще такие есть кто любит серфинг видно да они кстати еще упакованы в пленочке 25 на 25 размер вот обратите внимание какое крепление серфа парадис сезон серфы для райского сезона классно придумали это нужно распаковать чтобы видно было тоже классная картинка с ангелочками тоже делаю их по 5 евро видно да красиво кстати их не вешают на стену их просто ставят вот так на стол медальон который сейчас на мне я вам показывала уже в бижутерии это без никеля бижутерия кому нужно тоже делайте скрин пишите буду рада так мои хорошие всех целую всех обнимаю не знаю вроде бы показала все вот вижу на противоположной полке еще стоят две такие подушки значит их все-таки осталось 3 это те которые 40 на 40 вроде бы показалось сегодня все мы посмотрим что еще интересного принесет этот день активничайте в комментариях не хочу вам надоедать но отдельно каждому благодарна за комментарий чем больше комментариев набирают мои ролики в ю тубе тем больше youtube раскручивает этот канал то есть канал можно раскручивать различными способами да я не имею ввиду вот этот спам который идет там иногда не спрашивая свою рекламу делают под видео я имею ввиду то что приглашайте друзей подписывайте людей на канал это тоже помогает каналу каждый комментарий если youtube видит по статистике youtube смотрит только статистику не сам состав этих комментариев если youtube видит ага эти видео комментируются очень часто он сравнивает это с предыдущим месяцем видит что статистика прыгает точнее идет вверх вот как у нас сейчас принципе это и происходит тогда когда люди вводят например там германия либо гослар либо там просто имя галина вы уже видите что даже написав просто в ю тубе галина гослар либо галина германия либо галина ведьма уже выскакивают наше видео значит легче нас найти поэтому пожалуйста не стесняйтесь писать комментарии не стесняйтесь ставить лайки у кого есть одноклассники делайте пожалуйста рекламу приглашайте людей недавно у меня спросили если у меня одноклассники я сделала страницу в одноклассниках но я не не занимаюсь потому что времени на нее у меня просто нет но у кого есть одноклассники убедительная просьба не фейсбуке не инстаграм и потому что это все больше американской европейская я я вот даже честно говоря мне даже фейсбук и не интересует инстаграма особо тоже нет а вот что касается наших у кого там есть вконтакте у кого есть одноклассники пожалуйста делайте рекламу лена фролова огромное спасибо за романтические снежные фотографии из дальнего востока и большое спасибо за такую интенсивную рекламу в тех же одноклассниках благодарю всех целую всех обнимаю собираю дальше ваши посылки чтобы как можно быстрее их отправить лена германия твои сообщения видела сейчас заканчиваю это видео и перехожу к твоей посылки и собираю полностью твой заказ чтобы как можно быстрее его отправить найдя бавария тарелку отправлю отдельно потому что чтобы легкая была посылка это я отправлю вам отдельно все спасибо мои хорошие всем пока